Доброе утро, дорогие телезрители! Спасибо, уважаемые коллеги, за отличное начало программы. Ну а мы с удовольствием продолжим эфир и будем делиться с вами хорошим настроением. Сегодня понедельник, 13 февраля. Много веков назад скифы-кочевники научились готовить из молока степных кобылиц особенный напиток. Способ его приготовления хранили в тайне. Сегодня все знают, что кумыс усиливает обмен веществ. Не зря его называют напитком здоровья и долголетия. Наш корреспондент Айман Кай подготовила интересный материал на эту тему. Кумыс способствует долголетию. К такому выводу пришли казахстанские ученые Национального центра здорового питания. В прошлом году нутрициологи провели целое исследование. По словам специалистов, в проекте участвовало около 200 человек в возрасте от 60 до 90 лет. В течение двух месяцев жители городского дома ветеранов Алматы получали кисломолочные продукты на основе кобыливого молока. Одним из основных напитков в рационе питания пожилых людей был кумыс. Такое низкоуглеводное меню оправдало все ожидания ученых. У 50% получателей услуг дома ветеранов был повышенный уровень содержания холестерина в крови. После двухмесячного курса у них с 50% содержание холестерина снизилось до 41%. Содержание глюкозы было 19%. И содержание глюкозы после проведения курса нутритивной поддержки у них снизилось до 11%. Все дело в составе этого напитка. В нем содержатся ценные белки. Так, один литр напитка может заменить собой 100 граммов мяса говядины. Именно при сердечно-сосудистых заболеваниях этот продукт обеспечивает не только высококачественным полноценным белком, но и плюс еще снижает уровень холестерина только из-за того, что там практически низкое содержание холестерина. Кроме того, низкий индекс атерогенности и тромбогенности этих продуктов по сравнению с коровьим молоком. Технология приготовления этого напитка проста. Кобылье молоко и кумысную закваску нужно поместить в посуду и оставить бродить на несколько дней. За это время в продукте появятся живые кисломолочные бактерии. Благодаря им кумыс считают мощным природным антибиотиком. Иммуномодулятор, это онкопротектор, то есть онкологические больные. У них улучшается состояние организма, сердечно-сосудистая система нормализуется, давление нормализуется. Природный антибиотик, также все воспалительные процессы, то есть такие как гриппозные состояния, вирусные состояния. Лечение кумысом выглядит как особая диета. В зависимости от заболевания, говорит диетолог Бутагос Байбасынова, для пациента разрабатывается план приема продукта. Я как-то назначала на 10 дней, они пили по 200 мл. Ребенок, подросток это было 16 лет. Я вот отсюда, с нашей академии питания, с нашего завода забирала кумыс. В течение 10 дней по 200 мл, 200 стакан кумыса он выпивал. Предприниматель Жанат Желдогутова знает о целебном напитке не понаслышке. Его бодрящий вкус знаком ей с детства. Я вообще сама выходец из деревни. Про кумыс я с самого детства знакома. К сожалению, мы в детстве не придавали к этому значению. Но сейчас мы готовим, но как мамина пока еще не получается. Женщина – приверженец здорового образа жизни. Она считает, что кумысотерапия творит чудеса. У меня понизилось кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания немножко уменьшилось. Проблема была с дыхательным путем. Все это очень помогло мне. Ученые утверждают, что здоровый образ жизни и регулярное употребление кумыса – это главные составляющие на пути к долголетию. Айман Кай, Ильха Маюпов, Жанакун. А я хочу добавить, что кумыс прекрасно восстанавливает аппетит и повышает уровень гемоглобина в крови. На нашей кухне сегодня этого напитка нет, но есть не менее полезные продукты. Приступим к приготовлению завтрака. Приступим. Кирилл, доброе утро. Утро доброе. Мы идем, как всегда, вам на помощь. Ну, конечно, вы бы и без нас справились, но не так бы было весело и интересно. Замечательно. Что мы сегодня готовим? Сегодня у нас будут такие тосты, бутерброды, тосты, сэндвич. Как их ни назови, все равно это вкусно. Да, я понимаю. С чем? Будут у нас грибы, шампиньоны нам понадобятся. Как ты относишься к грибам? Любишь? У нас удовольствия. Я обожаю грибы. Выдаю помидоры, хлеб, яйца и зелень, какую мы любим. И зелень. Самое важное, сейчас нам надо грибы порезать тонко. Очень тонко. Очень тонко. Не очень тонко, но по возможности. Отличный ответ. Тонко? Нет, не очень тонко. Но мелко или... Давай посмотрим, как делает профессионал. Кирилл, мы за тобой повторяем. Замечательно, правильно. Прекрасно. Я пока поставлю сковороду. Мы их немного обжарим, прогреем. Слушай, а вот я знаю, что грибы тоже можно сыром в виде есть, да? Ну, не все, но вот эти можно шампиньоны, да. Вот эти можно шампиньоны, да. Их можно в салаты добавлять. Но когда их поджаришь, конечно. Чтобы раскрылся аромат. Снятина. Добавить пару капель лимонного сока, чтобы это осталось еще лучше. И прекрасно. Так. Немного масла. Немного масла. Хотя, что мы грибы жирные, да? Грибы любят масло овощи. Любят? Да. Но они впитывают, да? Они впитывают много, да. Поэтому нам для жарки надо, чтобы масло было. Скажи, вот еще один гриб или достаточно? Я думаю, нам хватит. Хватит. Перемещаем сковороду. Я умудрился как-то по-своему. Свой взгляд на грибы, да. Свой стиль. Почерк. Перекладывать. Так. Ну и давай твои. Ну давайте я тоже хочу попробовать. Попробуй. Там-то горячо-горячо. Замечательно. Мы сейчас... Так, и опять этот... Немного еще добавим масла. Масло, да? Впитали. Ну вот мы и чувствуем уже первые... Шкварчание. Да, шкварчание, первые шаги аромата поступает. Да, друзья. Жареные грибы очень вкусные. А вы зря убрали досточку? Пригодится? Конечно. Мы уже хотели... Все, мы завершили свою работу. Нет. А не то-то было. Оказывается, есть еще одна миссия порезать помидор. Помидорки. Да, помидор. Это ты нас любишь делать, я знаю. Я закончил специальный пункт по разрезанию. Я вам дам тогда такое интересное задание. Нам надо будет сделать две дырочки. Такие емкости, куда мы потом поместим яйца. То есть вырезаем прям сердце. Ну, друзья, я очень волнуюсь. Я не знаю, получится у меня или нет. Мы думаем, это не очень сложно. Да, вот это очень искусная работа, мне кажется, все-таки, да. Но не сложно. Не сложно. Поэтому вы режете помидоры. А дырочка должна быть большая или маленькая? Такая пойдет? Да, можно чуть-чуть больше, но как получается. Опа. Хорошо. А, можно чуть больше, да? Сейчас я попробую сделать побольше. Мы поставим еще одну сковородку. О, это да. У нас теперь две сковороды пойдет в ход. Да, нам надо будет сейчас прогреть хлеб. А, вот на такой... Как она называется, эта сковорода? Это гриль сковорода. Грифленая сковорода. В принципе, нам без разницы, на какой, на сухой. Просто на сухой сковороде. Смотрите, я сделала побольше. Вот и прекрасно. И мы прогреваем. Кирилл, скажите, одного помидора достаточно или нужен второй? А, смотрите, а другие кусочки хлеба мы не делаем. Мы сейчас оставим этот помидор как есть, а другой помидор мы порежем просто кругляшами. Просто кругляшами, хорошо. Ну, слушайте, тут что-то все непросто. А вот эти помидоры мы добавляем сюда. Вот эти помидоры? У каждого помидора здесь своя миссия. Отлично. Да, тут у нас грибы отдельно, помидоры. Помидоры мы добавили позже, чтобы просто мы их прогреваем и все. Не ужариваем, может, активно, просто погреваем. Да, и сейчас мы их переместим. Кирилл, скажите, ну вот ваши тосты, они, допустим, как и омлет, это тоже поле для импровизации, можно заменить какие-то ингредиенты. Конечно, можно заменить ингредиенты, добавить все, что вы хотите. Ну, нежелательно добавить какие-нибудь там все-таки масла, майонезы. Это да, это совершенно вредный продукт. Не очень хорошо. А можно курицу, да? Курицу можно. Тосты с курицей будут получаться у нас. Сегодня тосты с грибами, помидорами. А вот эти вот интересные, да, дырочки? Для чего? Перекладывайте. Что, вот это? Да, вот сюда. Вот эти? Да, да, да. Смотрите. Опа. Что-то будет сейчас невероятное. Сейчас мы это вот так подвинем, поменяем местами. Скажите, у вас вот в вашей профессиональной деятельности, наверное, много травм, ожогов, порезов? Ну, поначалу. Поначалу, да, только? Не без этого. Слушай, я так смотрю, вы так смело обращаетесь с огнем. Привыкаешь. Единственное, кто не боится огня, да? Мы же боимся огня. А теперь вот самое сложное. Разбиваем сюда яйца. Это мне? Да. А вдруг я его разобью? Ничего страшного, разбиваем. До желтка, нет? Можно пониже сделать, опустить. Вау, как приятно. Добавим немного масла. И еще одно. Так. Ну, просто затейник какой-то. Опа. Прекрасно. Ты не представляешь такие ощущения. Какие-то волшебные. Перевернули наш хлеб. Немного мы посолим. Посолим. Немного добавим перца. Для аромата. Мне интересно, что будет происходить дальше. Я так понимаю, это своеобразное одеяльце для нашего тоста. Да, Кирилл? Для того, чтобы наши тосты не были сухими. Так. Мы не добавляем никакие, то есть, соусы и тому подобное. Да. Здесь в этой роли будет наш желток. Ясно. Эти кусочки хлеба мы перекладываем на досточку. Так, а не на тарелку еще рано, да? Пока на досточку. Мы-то хотим уже сразу на тарелку, чтобы раз их тратить и приступить. А вот и ваши помидоры, которые вы просили. Мы перекладываем на два. На два? Да, давайте мы местами поменяемся. Давайте. Я быстро переверну. Хорошо. Попробую вот это сделать. Только на два положить, да? Да. И мы делаем вот так вот. Слушайте, тут просто интересно, что будет дальше. В центр или распределить по всему кусочку? И выключаем нашу сковородку. Ой, как красиво поджарилось. Замечательно. А на эти мы выкладываем помидоры. Сначала мы выкладываем листья салата. Ага, листья салата вот на эти. Да. А сверху мы выкладываем как раз вот эти помидоры, которые мы немного подсолим. На завтрак бы просто листья салата были. Это была бы супер диета. Меняемся обратно. Меняемся местами. Слушай, ну это все очень сложно. Пожалуйста, конечно. Листья салата, они настолько вкусные, их можно просто с чаем пить. Без сахара. Да, без сахара. Да и вообще зачем чай? Да, если листья салата. Листья салата. Немного мы добавим соли. Каждый слой все-таки немножечко сподрить соли, да? Помидоры мы добавляем немного соли, чтобы они нам дали немного сок. Сок. Да. И теперь мы сделаем вот так вот. И нам понадобятся уже тарелочки. Давай тарелочки. Помидоры нам уже не нужны? Помидоры нам не понадобятся. Все. Давайте две тарелочки. Пожалуйста. Конечно. Это какой-то тортик. Утренний тортик. Ой, извините. Еще один. И вот это очень, в общем, надо осторожно делать, чтобы желток не вытекал. Желток-то жалко, конечно. Чтобы сохранить желток. Сохранить желток. И сразу он дал вот туда свой сок. Вот посмотрите, какой вкусный небоскреб получился у нас на этой тарелке. Да, держи. Там трехэтажный. Трехэтажный. Такой красивый между этажами помидоры, желток, листья салата. Ну не, ну это вообще шедевр. Смотрите, друзья, как это красиво. Грибы и один этаж. Потом зелень. Зелень, помидоры. И сверху вот это чудо с дырочкой, где там желток живой. Самое будет интересное, это когда мы разрежем желток. У нас побежит. Да, так все окутает, пропитает. Потому что, может быть, как-то назовем этот тост. Не просто все-таки тост и... Тост небоскреб. Я не знаю, небоскреб. Да. Утренний небоскреб. Утренний небоскреб. А еще если сюда поставить, это будет вообще... Вот такие мы архитекторы. Вот такие. Приятного аппетита. Обезьяны в шоке. Еще бы. Не каждый день увидишь такое. Дикие кошки проявили к незнакомцу огромный интерес. Дикие кошки проявили к незнакомцу огромный интерес. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Видимо, с такой фразой усатые-полосатые встречают каждое утро. Хамелеоны начинают свое знакомство аккуратно и осторожно. Мало ли кто стоит напротив тебя. Кажется, этому щенку понравился новый друг, и он совсем не прочь с ним подружиться. Горы и спортивные объекты Универсиады 2017 впечатлили всех зарубежных участников всемирных студенческих игр. Своими эмоциями они поделились и с корреспондентами Жанна Кун. Давайте посмотрим. Прошедшая в Алматы зимняя Универсиада стала самой успешной для Казахстана за все годы участия в студенческих играх. В копилке нашей сборной 36 медалей. 11 из них золотые, 8 серебряные и 17 бронзовые. Студенческая сборная Казахстана особенно хорошо показала себя в снежных видах спорта. Первые места наши спортсмены завоевали в фигурном катании, лыжных гонках, фристайле и биатлоне. У нас очень плотный график, поэтому в этом году сильно не отдохнешь. Но я надеюсь, в конце сезона, когда я пробегу в Казахстан, последний старт, я сложу все далеко-далеко в ящик и отдохну месяц в другой. Биатлонистка Галина Вишневская получила 4 медали – 2 золота и 2 серебра. Лыжница Анна Шевченко принесла в копилку нашей сборной 5 медалей. Среди них есть одна высшая и одна серебряная. А вот могулисты Дмитрий Рейхард и Юлия Галышева стали двукратными победителями универсиады. У меня 2 золота универсиады впервые завоеваны. Это очень высокая награда, тем более соревнования проходились у нас дома в Казахстане. Я отнесу эти медали к высоким достижениям. Также золотые медали завоевали биатлонистка Алина Райкова и лыжник Иван Люфт. А вот тандем Жан-Бутылда Вергеновой и Баглана Инкарбека стал лучшим во фристайл-акробатике. Я очень довольна. В этом птистале не я одна оказалась, а моя сестра по спорту Жебе Карапаева. Я очень за нее довольна. Она молодец. Второе место заняла. И болельщики, и эксперты ожидали победы Дениса Тена. И он оправдал надежды, показав лучший результат в фигурном катании. Сам спортсмен признается, представлять свои страны в этом виде спорта приехали лучшие из лучших. Поэтому уровень конкуренции был высок. Выступать дома – это очень редкое явление для меня. Я впервые выступал в Алматы. Соответственно, прессинг был очень высоким. Была потрясающая поддержка со стороны болельщиков. А самая зрелищная и интригующая игра прошла среди хоккеистов. Уверена, дойдя до финала, мужская сборная Казахстана завоевала серебряную медаль. Все бились, все стараются. Показывают современный хоккей. Быстрый, атакующий. Много силовой борьбы. Так что соперники очень хорошие. Болельщики наши – это шестой игрок. Поэтому очень нам помогает это. Чувствуется на льду поддержка наших болельщиков. Спасибо им, что ходят. Полный дворец. Нам приятно всегда. Мы играем для них. Серебряный призер студенческих игр Жибе Карапаева признается, ей нелегко далась эта победа. И теперь спортсменка стала еще больше верить в свои силы. Конечно, я довольна результатом, потому что я не ожидала, что я вообще взаиму место, так как я до этого три-четыре дня назад только сняла лангетку. И я не думала, что я вообще буду выступать. Отдыхать победителям некогда. Уже в конце февраля в Японии начнутся зимние азиатские игры. Кроме этого, спортсменов ждут чемпионаты Казахстана и мира. Но главный старт ожидает их в феврале 2018 года. В корейском городе Пхенчхан начнутся 23-е зимние Олимпийские игры. Эмоции от университета потрясающие, потому что это была настоящая репетиция перед Олимпиадой. Не только с точки зрения выступления, но и с точки зрения атмосферы. Потому что наш город сделал уникальный проект. Они смогли создать олимпийскую атмосферу, олимпийскую ауру. Зимние виды спорта набирают все большую популярность в Казахстане. А такие мероприятия, как универсиада, привлекают к ним дополнительное внимание. Прошедшие студенческие игры показали любителей зимнего спорта в нашей стране много. Жолдыс Салимова, Роман Ван, Жанакын. Что такое ботулизм и как его избежать? Сегодня врач-инфекционист Инна Кадышева расскажет о редком, но очень опасном заболевании. Доброе утро. Инна, конечно, я этим добрым утром никому не желаю этой болезни, которую называют как съедобный убийца. Но вот расскажите, как этого избежать. Вот вообще, что такое ботулизм? Ботулизм – это относится к группе тяжелых пищевых токсикоинфекций. Но, к сожалению, и с поражением центральной нервной системы. Симптомы могут быть самые различные, поэтому, когда пациенты поступают, надо проводить четкую дифференциацию между обычными пищевыми токсикоинфекциями и заболеваниями нервной системы. Как правило, заболевания начинаются остро и протекают как банальная пищевая токсикоинфекция. То есть это тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Но диарея вскоре заменяется запорами. А в дальнейшем уже присоединяются неврологические симптоматики. То есть это может быть и двоение в глазах, сетка или туман перед глазами. Нарушается речь, то есть становится чувство комка в горле и как будто каша во рту. То есть таких пациентов мы дифференцируем с заболеванием нервной системы. Это нарушение мозгового кровообращения. И эти пациенты не могут глотать сначала твердую пищу, а потом и жидкую пищу. То есть при проглатывании жидкой пищи начинается поперхивание. В дальнейшем присоединяется уже параллельно-дыхательная система вплоть до гибели пациента, к сожалению. В каких случаях возникает самая опасность заболевания? Случаи – это только то, что люди употребляют консервированные продукты. Ими могут быть. И консервы домашнего, чаще всего домашнего приготовления – это то, что мы любим делать. В домашних условиях огурцы, помидоры, чаще всего грибы и баклажаны. Также может быть копчёная и вяленая рыба. Это может быть икра, это может быть окороки, это могут быть ветчина и домашнего приготовления. А вот как-то можно почувствовать? К сожалению, ботулотоксин, который выделяется от палочки ботулизма, он не обладает свойством, чтобы изменять вкус продуктов. Поэтому органолептические свойства никак не меняются. И, к сожалению, люди употребляют дом о том, что эти качественные продукты, и это приводит к дальнейшему заболеванию. Как же так? Такая опасная болезнь, как хамелеон, она прячется там в консервах, её и не заметить. И какие первые, самые первые симптомы? Первые симптомы – это всё-таки это связаны с диспептическими проявлениями. Как правило, с этого начинается. Но бывают, конечно, и атипичные формы, и начинается кто-то, например, начинает читать, и вдруг у него начинает двоиться в глазах. Или он начинает попёрхиваться. То есть у некоторых, наоборот, с глазной симптоматики начинается. У всех по-разному. А что? Вот нужно, конечно, вызывать скорую, да? Нужно обязательно вызвать скорую. А что нужно сделать до приезда скорую? Ничего не нужно. Ничего не нужно. Почему? Потому что всё должно быть, все мероприятия проводиться под контролем врача. Почему? Если человек начинает сам промывать желудок, а это проводится в стационаре, промывает желудок и делает очистительные клизмы, чтобы вывести все токсины и сам возбудитель. Если человек это начинает делать в домашних условиях, то остатки пищи или слизь, а когда происходит порез мягкого нёба, то это может попасть в дыхательные пути, и это будет асфиксия. И поэтому человека можно и не уберечь даже в домашних условиях. Поэтому лучше это, чтобы вызвать скорую помощь. И там будет под присмотром врача, там промывает желудок именно зондом, не ресторанным спутом, как мы делаем дома это. И под присмотром врача дальше проводят все манипуляции уже. А какие ещё основные методы лечения того самого ботулизма? Это специфическое лечение, это ботулиническая сыворотка, которую вводят только в стационаре. То есть другими способами вылечить это заболевание невозможно. Так сказать, никаких народных методов уже нет. Это риск потерять вообще жизнь. Потому что именно на токсин только это сыворотка. А вот как профилактика, смешно говорить, профилактика, конечно, но мера предосторожности. Мера предосторожности. Ну смотрите, на ней есть вообще ничего консервированного. Вот сейчас я немножко остановлюсь на этом. Вообще считается, конечно, тщательно механическая обработка овощей. И бутильная стерилизация, главное. Но вы видите, что всё мировое сообщество медицинское советует всё-таки здоровый образ жизни и здоровое питание. Консервированные продукты, к сожалению, никакой пищевой ценности не несут. Поэтому это просто... А вот если свежий огурец, его плохо помыть, там не возникнет? Абсолютно. Это другое. Может возникнуть любая другая пищевая. Только при консервировании возникает. Только консервированных продуктов нет. Но может быть всё-таки научить людей правильно консервировать. Может быть какие-то есть секреты. К сожалению, это невозможно. Потому что для такой тщательности убрать именно саму палочку, она развивается в анаэробных условиях. Все в этом-то и загвоздка, что когда консервируют и закрывают банки наглухо, то естественно в анаэробных условиях из самого возбудителя вырабатывается такси. Если будут условия, например, если это квашение, например, яблок, огурцов, помидоры, всё остальное, то тогда этого не происходит. Образуется молочная кислота, которая наоборот полезная очень для пищеварительного тракта. И это очень полезно. И нужно это употреблять такое. А в закрытых виде, к сожалению, так не получается. Ну что ж, спасибо большое, Инна, вам. Я теперь понимаю, что всё-таки нашим зрителям нужно сказать, да не ешьте вы эти консервы от греха подальше. Мы за здоровую пищу. Спасибо вам большое. Прошлого дня. Спасибо. Разработки казахстанских учёных успешно внедряются в различных областях производства и сельского хозяйства. Это особенно важно сейчас, когда в приоритете ускоренное технологическое обновление экономики. Наши корреспонденты продолжат тему. Наши корреспонденты продолжат. Сегодня вся его деятельность связана с исследованиями нового тренда в солнечной энергетике. Этот класс солнечных батареек был придуман совсем недавно, но за ним абсолютное будущее. Эти полимерные солнечные элементы уже сегодня обладают практически той же производительностью, что и кремниевые солнечные батареи. Однако они в разы даже на порядке дешевле, чем кремниевые солнечные элементы. Такая батарея представляет собой тонкие плёнки, которые наложены друг на друга. Она накапливает солнечную энергию и отличается высокой практичностью. Полимерные батареи можно поместить на любую поверхность. Однако у них есть серьёзный недостаток, над которым ломают голову учёные всего мира. Они разлагаются на воздухе. И если удастся создать полимер, который будет достаточно долговечным и близким по долговечности к кремниевым солнечным элементам, то произойдёт ещё одна промышленная революция в области энергетики. Для того, чтобы устранить эту проблему, учёные его команды изучают различные вариации соединения элементов. Органические солнечные батареи очень чувствительны к влаге и к кислороду. Для этого мы должны собирать их в элементной атмосфере. Для этого мы используем главбокс. У нас есть перчаточный бокс, где внутри находится азот. То есть в атмосфере азота. То есть там нет ни воды, ни кислорода. И частота контролируется с помощью фильтров. После этого полученные образцы специалисты отправляют на исследование. В оптимальном соединении и соотношении элементов и содержится ключ к разгадке. В частности, мы, наверное, варьируем рецепты приготовления. То есть различные скорости вращения, температуру. Также сами материалы, вот именно химическая структура молекулы, она также влияет на морфологию элементов. То есть в зависимости от этих всех факторов мы получаем различные размеры доменов этих материалов, которые мы наблюдаем в микроскопе. К слову, ультраточный сканирующий микроскоп — гордость лаборатории. Разрешение мощного устройства позволяет исследовать соединения в размерах одной миллиардной части метра. В случае, если ученым удастся устранить разложение биополимерных батарей на воздухе, это кардинально изменит жизнь человечества. Вполне возможно, что мы придем к этой драматической ситуации, когда исчезнут провода. Когда сам дом без проводов будет полностью производить необходимые ему электричества. Современная лаборатория оснащена техническим оборудованием, необходимым для полного цикла исследований. Здесь специалисты ведут научные наблюдения и занимаются изготовлением образцов солнечных ячеек. Эксперты планируют в ближайшем будущем включить в свою команду группу ученых, которые начнут работу по внедрению и практическому применению органических полимерных батарей. Мируэрджа Киянова, Бахтия Райтхожин, Жанакун, Астана. Культурные и деловые международные связи Казахстана постоянно расширяются. О том, как получить визовую поддержку в нашей стране, расскажет эксперт по туризму Индира Мусаева. Доброе утро. Доброе утро, Индира. Итак, что же такое визовая поддержка? Для чего она нужна? Визовая поддержка – это информационно-консультационные услуги, связанные по процессу получения визы в ту или иную страну. То есть каждый турист, отправляющийся за границу, обязан ознакомиться заранее о правилах въезда в страну, в которую он направляется. Индира, расскажите теперь, какие документы нам понадобятся для того, чтобы получить визовую поддержку? Перечень документов самый разный. Все зависит именно от требований того посольства, куда турист направляется, от той страны. Например, есть страны, которые требуют заранее оформить визу. То есть срок оформления может занять от 3 рабочих дней до 3-4 месяцев. Все на усмотрение посольства. Есть страны, у которых упрощенный въезд, достаточно скана паспорта или получения визы уже по прилету, по прибытию в аэропорт. А есть страны, куда визу вовсе не требуется. А есть страны, куда нужен всего лишь школьный аттестат, да? Таких стран нет. Таких пока нет. А это маленькая страна. Да, и туда вот школьный аттестат по музыке за 9 класс показал, все, там отлично, и запустили в страну. А скажите, где можно получить консультацию по визовой поддержке и вообще получить визовую поддержку? В общем, консультацию можно получить в консульстве, в визовом центре, ну или же в любом турагентстве нашего города. А саму же визу непосредственно получается в посольстве, в той страну, куда турист едет. Ну, допустим, мы пришли получать визу. Расскажите поподробнее, как складывается процедура получения визы? Пошагово, значит. Так, перед тем, как определиться с направлением, нужно посмотреть, какие документы нужны для получения визы. В первую очередь нужно посмотреть по периодам, по поездке. То есть бывает такое, что, как повторюсь, страны, которые запрашивают срок рассмотрения от 3 дней до 3-4 месяцев. Давайте возьмем, например, Францию. Вот ходим во Францию. Вот Франция, это у нас Шенген-Союз. Шенген-Союз, значит, у нас ходит 33 государства. Правила получения для этих стран идентичны. Одинаково? Да, одинаково. То есть в первую очередь нужно посмотреть по датам. Консульство Франции рассматривает у нас визы от недели, по-моему, от недели до двух недель. В первую очередь нужно будет записаться на прием к консулу. Далее идет ознакомление с перечнем документов. В первую очередь обязательно необходим паспорт, экран, не старше 10 лет. Далее справка с работы, справка с банком. О наличии денежных средств дали приглашение от встречающей компании или же приглашение от самого отеля, подтверждающий ваш заезд в эту гостиницу. Броне авиабилетов и страховой полюс. Не так уж и много. У тебя много денег в банке? Да совсем чуть-чуть. Вот если, допустим, нет денег в банке, то что тогда делается? У нас не все люди хранят деньги в банке? Ну, это нужно будет обязательно. Это обязательное условие. Обязательное условие. То есть я пришел и сказал, что у меня денег в банке нет, есть под подушкой. Меня никак не подпустят кофем. Обязательно нужно будет эти денежки, которые у вас под подушкой, да, получить на текущий счет и получить справку, то что у вас есть деньги. Если кого интересует более подробности, нужно обращаться к таким специалистам. Вам большое спасибо и ждем вас еще к нам. Вам большое спасибо. Спасибо. Спасибо.